И при помощи жидкого азота, температура которого порядка минус 196 градусов. И сейчас Вячеслав поможет пить. Разбиться на абсолютно все свои сегменты. Но мы никогда не рекомендуем гостям пробовать малину в данный момент, так как можно обжечь нёпо и жидко. Не совсем безопасно. Ну и в целом работа с жидким азотом, она небезопасна для нас, поэтому нам требуются специальные очки и перчатки. Что касается основы для мороженого, это всего 4 ингредиента. Это фермерские продукты, которые привозят нам из Псковской области. И это сливки, молоко, яичный желток и совсем немного сахара. Здесь вы можете видеть, что ничего нет. Здесь мы будем использовать нашу желтку. И яичный желток. Такое количество струкнули. Василий с цветом в кастрюле. Сночный желток. В мгновении произойдет специализация, когда в фермерской слизи получится заморозка абсолютно в правильной физике. В отличие от магазинов, у них будет меньше статей заморозка на заморозку, то есть один раз и все. Все остальные в магазине, там, на кладке, не знаю, там сейчас сделали морозку, а потом оставил 5 подморозку. У нас будет 3 статей заморозки, они сегодня же работают. Только нам потом расскажете, что вы чувствуете. Что она чувствует, когда это делает. Я смотрю, что она уже зацедевается. Конечно, мы его делаем слоями, так как здесь не хочется ни одна порция. А что я чувствую? Эффект омоложения каждый день. И для закрепления текта. И для закрепления текта. Вуаля. Мороженое абсолютно готово. Что касается мороженого, его готовили по стране палки еще и в 19 веке. Но так как жидкий азот не использовали, была водяная баня. Специальные люди вырезали огромные кубыль, да, на фонтанке. Все это протирали вместе с солью. Это все хранилось в подвалах ресторана. Ну, чтобы приготовить такое мороженое, нужно было порядка суток попеременно, посменно все это мешать вручную. И это были титанические усилия, которые стоили тогда в летнее время порядка 11 рублей. Это вот бутылка шампанского кристалля, которую вам сегодня Александр показывал. Вот сейчас ее стоимость порядка 60-80 тысяч. И за эти деньги в летнее время можно было попробовать мороженое. То есть, сами понимаете, удовольствие было не для всех. И многие кооперировались и в количестве 20 человек приходили, чтобы вот просто ложечку этого мороженого попробовать. Ну и также, что касается таких вот производителей мороженого, всем, наверное, известных как Mowen Peak, Baskin Robbins. У них достаточно много наград за мороженое. Но они никогда не упоминают, что эти награды они получали в тот момент, когда они готовили как раз мороженое с помощью жидкого азота, а не за то мороженое, которое у них продается в магазинах, которое как раз несколько раз размораживается, перемораживается. и прочие происходят неприятные вещи. А что это такое заправка мята? Это в заводище, мелиса. А, мелиса. И выращивают тот же вариант жирей нашего ресторана. Это все органическая мята, органическая мелиса. Все, что вы можете найти в наших блюдах в ресторане, это все является средой. Мир, как раз, не надо быть. Наступаем. Гиперпинад. Мяска. Повторяю. Мяска. Блядь. Мяска. 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 Спасибо. Спасибо.